От выживания в дикой природе до поисков пищи, которую безопасно употреблять. Представьте себе, что вы вкусно ужинаете с семьей у себя дома, и вдруг раздается мощный взрыв. Бум! Когда дым рассеивается, а грохот стихает, вы с ужасом обнаруживаете, что ваших родственников больше нет. Эта трагедия была только началом кошмара, в котором Хо Ван Тхань прожил долгие годы, прежде чем он и его маленький сын стали одним целым с дикими джунглями. С вами Смарт Пицца, и сегодня вы узнаете, как мужчина прожил 41 год в джунглях, Тарзан в реальной жизни. Погнали! Вы скажете, что мало кто добровольно решится на такую жизнь, но Хо Ван Тханю пришлось сделать этот нелегкий выбор, чтобы защитить своего сына. Ван Тхань счастливо жил в небольшой вьетнамской деревне со своей женой и тремя детьми. Все изменилось в один день 1972 года, когда на их деревню обрушились американские бомбы. Жена и двое детей, к сожалению, не пережили бомбежку. По крайней мере, так думал Ван Тхань на тот момент. Ван Тхань должен был спасти выжившего маленького сына Хоу Ван Ланга, и потому решил бежать прочь от вьетнамской войны. Тогда он и представить не мог, что за следующие 40 лет он с сыном не встретит ни одной живой души. Война во Вьетнаме, которую иногда называют также Второй Индокитайской войной, фактически началась в ноябре 1955 года и закончилась в апреле 1975 года. Она велась между Северным и Южным Вьетнамом. Армию Северного Вьетнама поддерживали Советский Союз, Китай и другие коммунистические союзники, а Южно-Вьетнамскую армию – Соединенные Штаты Америки, Филиппины и еще некоторые антикоммунистические государства. Прямое военное вмешательство США закончилось в августе 1973 года. Захват Сайгона армией Северного Вьетнама в апреле 1975 поставил последнюю точку в войне. Северный и Южный Вьетнам объединились под коммунистическим владычеством. Война сопровождалась огромными жертвами. Совет национальной безопасности рекомендовал провести трехэтапную нарастающую бомбардировку Северного Вьетнама. Бомбежки длились в общей сложности три года и имели целью заставить Север прекратить поддержку Вьетконгу. Американцы угрожали уничтожить воздушную оборону и инфраструктуру страны, а также обеспечивали моральную поддержку Южному Вьетнаму. Однако американцы не ограничивались бомбардировками Северного Вьетнама. Для уничтожения военных объектов на территории Лаоса и Камбоджи были организованы бомбардировки этих государств. Отец Ланга думал, что под американскими бомбами погибла вся его семья, но это было не так. Один из сыновей, которого звали Хо Ван Чи, уцелел и провел годы в поисках отца и брата. Ему помогали слухи о живущих в джунглях людях, которые стали распространяться в деревнях неподалеку от мест, где скрывались Ланг с отцом. Лишь в 2013 году местные жители обнаружили двоих отшельников. Они, казалось, привыкли к своей жизни вдали от цивилизации. Местные власти проделали немалый путь, углубившись на 40 километров в джунгли. Там они обнаружили хижину на дереве, в которой жил 82-летний мужчина с сыном. Старик был настолько слаб, что не мог ходить, так что его уносили из леса на носилках. Когда журналисты попросили отца и сына рассказать подробнее о своем выживании в джунглях, те охотно согласились провести их к месту своего обитания. Отшельники не знали, что война закончилась до тех пор, пока их не нашли. Ван Ланг вырос вдали от людей и ничего не знал о человеческой цивилизации. Его отец никогда не рассказывал ему о жизни среди людей, и потому способности к общению у Ланга были очень ограничены. Однако он охотно демонстрировал репортерам свои навыки выживания. Отец и сын вместе со съемочной группой провели в джунглях пять дней, чтобы в подробностях показать свой быт в диких джунглях. Разведение костра, охота, рыбалка, приготовление пищи и так далее. Двое тарзанов научились плести корзины и быстро сооружать укрытия, используя только древесину и листья. В качестве душа они использовали небольшие водопады, а запасы пресной воды пополняли в источниках. Когда отшельники были обнаружены, выяснилось, что младший ничего не знает о мире людей и даже почти не говорит на родном языке. Хован Ланг не подозревал о существовании женщин. Все его знания о цивилизации ограничивались рассказами отца о самолетах в небе. Он не знал о существовании времени, знал Ланг лишь, что солнце каждый день встает и садится. Однако недостаток знаний и жизнь в диких условиях не ожесточили Ланга. Ему нравилось общаться с журналистами, он был улыбчив и дружелюбен. Не догадывался Ланг и об электричестве. Единственными известными ему источниками света были огонь и солнце. Ланг представлял свою внешность только по отражению в реке и не умел считать дальше десяти. Дальше шло много или очень много. За 40 лет жизни в джунглях отец и сын пять раз переезжали с места на место. Конечно, все перемещения происходили в пределах одной горной долины, однако на каждой новой стоянке мужчины старались выстроить прочный дом. Жилища они строили высоко над землей, чтобы уберечься от опасности в часы сна. Рацион их был намного более разнообразным, чем можно представить. Помимо фруктов и овощей, они употребляли в пищу множество видов мяса. Крыс, змей, летучих мышей, обезьян, а также рыбу. Отшельники быстро поняли, что ни одна часть пойманного животного не должна пропадать впустую. Со временем они изготовили набор примитивной кухонной посуды, а также одежду из коры деревьев и стебелей растений. Первые несколько лет в джунглях все бытовые обязанности легли на плечи Хован Тханя, так как его сыну было всего несколько месяцев от роду. Кстати, в плане умственного развития Ланг навсегда остался на уровне ребенка, потому что не имел обмена опытом и общения с другими людьми. А набор ситуаций и решений при жизни в диких джунглях сформировал только однообразные прикладные навыки. Кроме того, вскоре ему пришлось взять на себя заботу об отце, который с возрастом начал терять память. Любопытно отметить, что со времени переселения в джунгли здоровье отца и сына долгие годы оставалось в полном порядке. Иногда им приходилось бороться с отравлениями и переохлаждениями, но серьезных проблем они никогда не испытывали. В последние годы как физическое, так и ментальное здоровье Хован Тханя начало стремительно ухудшаться. Неудивительно, ведь ему почти исполнилось 90, а десятилетия суровой жизни в джунглях не могли пройти бесследно. Долгими ночами Ланг лежал без сна, переживая за отца и отчаянно желая, чтобы тот поправился. Из-за бессонных ночей Ланг научился высоко оценить любой источник света и тепла. Возможность включить свет ночью, которую многие из нас воспринимают как данность, Ланг считал настоящим подарком судьбы. Когда Ланг был маленьким, его отец рассказал ему о существовании телевизоров, так что в сознательном возрасте, когда он наконец увидел этот прибор своими глазами, то быстро понял, что на самом деле внутри этой коробки не настоящие люди. Выйдя из леса к людям, Ланг стал понемногу исследовать мир человеческой цивилизации. Однако слишком далеко он старался не уходить, поселился в доме рядом с тем местом в лесу, где жил прежде. И хотя жители деревень старались помочь отшельнику, он так и не научился многим условностям социума и сложным правилам общения. Тем не менее, он начал понемногу общаться, носить одежду из тканей и регулярно делал стрижку в парикмахерской. Он остался веселым, смешливым и доверчивым. Отмечается, что он обожает игры вроде пряток и догонялок. В отличие от сына, Хован Тхань не стремился воссоединиться с обществом людей. Все, чего он хотел, это вернуться в джунгли. Несмотря на долгие годы, прожитые в деревне, Тхань не смог снова приспособиться к жизни в цивилизации и всегда стремился снова уйти в лес. Историю Ланга можно считать немного грустной. Однако нельзя не признать, что он успешно овладел всеми навыками, необходимыми взрослому человеку для самостоятельного выживания. Что же касается его восприятия мира, которое остается детским, то внутри каждого из нас на всю жизнь останется частичка детства. Возможно, с приходом цивилизации это понимание мира, свойственное детям, выдавливается из нас под напором обязанностей и необходимости принимать ответственные решения. С момента обнаружения в джунглях отца и сына прошло уже семь лет. Через несколько лет после обнаружения Тарзанов, один из членов съемочной группы, которая создала документальный фильм о жизни двух дикарей, решил вернуться в ту деревню, где они остались жить. Альваро Сереса встретился с Лангом и отвез его на необитаемый остров, о котором узнал во время работы оператором. Альваро был поражен тем, насколько серьезно Ланг воспринимал происходящее. Это был его первый полет на самолете, и мужчина пристально изучал все, над чем они пролетали. Густые тропические леса и песчаные пляжи покорили сердце Ланга. Как только они прибыли на остров, бывший отшельник тут же отправился исследовать новый для него мир. В лесу, где Ланг жил с отцом, не было кокосовых пальм, но на острове их было предостаточно. Мужчина пробыл там два полных дня, но не расслабился. Построил убежище, развел костер и собрал множество кокосов. Никогда прежде он не видел моря, оно его искренне восхитило. Однако о том, что морская вода соленая, он и не подозревал. Попробовав ее попить, он сразу же выплюнул ее. Ему было трудно представить себе саму сущность острова. Ночами он плохо спал, представляя его себе как огромную лодку, дрейфующую по волнам, и переживал, что он в любой момент может затонуть. После отдыха на необитаемом острове, Альвара отвез мужчину на экскурсию в крупный мегаполис, где Ланг впервые увидел небоскребы. Бывший отшельник долгие часы разглядывал город с высоты из окна номера отеля. Он признался, что город ему не очень понравился, а джунгли куда лучше. Все ночи в отеле он плохо спал и почти не разговаривал. Сейчас Хо Ван Лангу идет уже пятый десяток, он уже освоил некоторые принципы современного мира. Известно, что в настоящее время он обрабатывает небольшой участок земли и собирается жениться. История Хо стала очень популярна по всему миру. Многие приезжают к Лангу, чтобы научиться приемам длительного выживания в дикой природе. Мужчина не возражает и охотно делится с туристами знаниями и умениями, которые он приобрел за время жизни в джунглях. Вас наверняка интересует, что же стало с Хо Ван Тхаем, отцом Ланга. К счастью, о его жизни после джунглей можно узнать в подробностях. По просьбам телезрителей, журналисты решили снять еще один документальный фильм и посвятить его жизни Тханя после отшельничества. Известно, что Тханя остался жить среди людей, хотя периодически удаляется в джунгли, навестить свое прошлое место обитания. Что ж, а на этом все. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой истории. Спасибо вам большое за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok